Сегодня уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов рассказал, как идет работа по защите этих самых прав. Как выяснилось, за прошлый год в аппарат уполномоченного обратилось более 1200 человек, причем половины заявителей жители областного центра. К сожалению, помочь удается не всегда и не всем. Особо остро сейчас стоит вопрос обеспечения инвалидов правом на труд. Выдаются субсидии на оборудование рабочего места для инвалида, представляется льгота налоговложения. Вместе с тем статистика свидетельствует о том, что существующая программа трудосустройства людей с ограниченной возможностями практически не работает. К инвалиду они обращаются, но не могут они устроиться на работу. Как бы оно ни было, там определены предприятия, где должны взять инвалидов на работу и так далее. Но приходит человек туда и по каким-то причинам находит причину и ему отказывается. Мы вот посмотрели, его надо учить чему-то, правильно? Переучивать надо. А это все, опять-таки, какие-то дополнительные затраты. Где-то у нас человек 15, наверное, обращались за текущий год. Но вот человека 3-4 мы будем, говорит, устроили вот такими. Но это опять-таки идет на личном контакте. Заставить кого-то, чтобы, будем говорить, права были восстановлены, мы не можем. Потому что нет у меня карательной функции. Впрочем, уполномоченному приходится рассматривать и жалобы тех, кто только пытается установить инвалидность. Сегодня получить этот статус очень непросто. Вот имела группу, пошла группа, была вторая, перешли на третью группу. Или пришли, вообще группу сняли. Ну, я как хочу сказать, все-таки, будем говорить, законодатель предусмотрел независимую экспертизу. Она законом определено и право имеет с такой уроженой. Но она еще не работает. Когда заработают независимые экспертизы, то, что законом определено, мы будем тогда направлять и ставить вопросы перед этой экспертизой. Касаясь вопроса оказания или восстановления нарушенных прав человека, мы можем писать, информировать организацию, учреждения, должностных лиц о том, что в этом учреждении нарушаются права человека. Ставить вопросы о восстановлении прав человека перед прокурором. Если, будем говорить, права человека не восстанавливаются в полном объеме, можем пригласить гражданина и подготовить ему пакет документов для обращения в суд за защитой своих прав, интересов. Кстати, по словам уполномоченного, именно суды первыми реагируют на его доклады, особенно если это касается прав осужденных. Вообще-то, сегодня сложилась ситуация, когда порой быстрее и легче удается контролировать и восстанавливать права тех, кто находится в местах лишения свободы. Например, в последнее время очень многое сделано для того, чтобы они могли без проблем попасть к доктору, тогда как законопослушные граждане бьются в очередях и не могут достать заветные талоны на прием. В этом году мы уже, по-моему, открывали в девятой колонии медицинские учреждения, и сейчас в стадии завершения женской колонии, большой корпус там медицинский. Мне везде пришлось побывать, посмотреть и так далее и подобное. И, знаете, возникает вопрос, что заключенным, будем говорить, как-то и проще попасть и полечиться, чем людям, которые на воле. У них такое оборудование, там современное, все, будем говорить, государство вкладывает деньги. Права им тоже, между прочим, в некоторых вопросах проще отстоять, потому что мы реагируем, от них идет очень много заявлений и со следственным изолятором, и с местами лишения свободы, прокурор по надзору, общественные формирования. И если в областном центре, чтобы бесплатно сдать анализы или попасть на прием к узкому специалисту в поликлинике, требуется немалая выдержка, то в селах все еще хуже. Причем восстановить права сельских жителей, давно оставшихся без больниц, без дорог и даже без водопровода, на сегодня гораздо сложнее. Это требует серьезных финансовых вложений, которыми распоряжается отнюдь неуполномоченный по правам человека. Тем не менее, аппарат уполномоченного готов выслушать каждого, кто нуждается в защите своих прав. Продолжение следует...